О, слава. Мы сможем вернуть мир в наши дома, объединяясь по обе стороны границы. Гордей, очнитесь, а то вы, как знаете, как после Кобры, немножко застыли. Вы зачем людей унижаете? Зачем им не даете ездить туда, куда они хотят? Зачем вы устроили эту травлю против девушки, которая явно не разбирается в политике? Ей это вообще не интересно. Жень, я думаю, знаете, не стоит здесь искать политической составляющей. Мы и не ищем, это вы, это у вас все новости сегодня об этом. Все вообще, как могла, что сделала. Сепаратистка, зрадница. Вот знаете, все были, все были, все были, сепаратисты в Украине выглядели так, как бы, как выглядит она, но дело не в этом. Вам ничего не светит, Гордей. Расслабьтесь. Евгений, знаете, вот я неоднократно доводилась быть и в жюри в конкурсах красоты. Каждый конкурс красоты, это какая-то интрига, какие-то склоки, какое-то вот колесо событий. Знаете, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Те, кто проигрывает, постоянно ищут какие-то провокации на свою вот ту победитель. Дорогой Гордей, мы сейчас не о ваших фантазиях, мы о том, что происходит в вашей любимой стране. И мы не понимаем, почему съездить в Москву и поужинать, возможно, с работником Госдумы, это преступление для львовянки. Это не преступление. Я могу мисс Львов поздравить с хорошим пиаром, с хорошим хайпом, это все пойдет туда ей в пользу. Почему девушка должна скрывать, что она ездит в Москву? А не должна скрывать. Волным-полно в Москве работает строительство западной Украины. Это понятно, но бедняга. О них никто не говорит, потому что... Публиковала фотографии, Женя, геотегом «Амстердам», пока ее не вскрыл собственный парень. Женя, родилась красивой, пусть получает внимание. Это одно из элементов внимания. На самом деле здесь абсолютно весь украинский комплекс. Галычанка едет в Москву точно так же, как галычане парни на 90% срывают мобилизацию и не едут в Донбасс воевать, а воюют на диване. Она очень плохо разбирается в политике, но очень хорошо нюхом чувствует, где кошелек побольше. В Америке ей ловить нечего, в России, вы же понимаете. А вы знаток, вы знаток. Я просто знаток. Не даром у вас три пуговицы-то расстегнутые. И наконец-то это львовская, это наши. Их не берут, а ее берут. Такая украинская жаба давит. И наконец, последнее, это прикрытие. Я хочу напомнить всем, что сделала блондинка, которую хаяли с премьер-министром Австрии. Поговорила и партию снесли. Так вот, это тоже подстава на месте чиновников из Госдумы. Это совсем другое. Я бы, я бы как бы поостерегся. Там есть аргументы, смотрите, чтобы снести целостность российской политики. Так, Петр Рафаэлович, как вы можете отжечь, если даже в таком виде, констрологии. Смотрите, мы бы, конечно, здесь и смех, и грех на самом деле, если бы это не была политика украинская. Потому что, послушайте меня, мисс Украина была атакована примерно точно так же. Когда на конкурсе ей почему-то сказали говорить на украинском языке, она отказалась. В интервью она захотела говорить по-русски, так вы на нее набросились. Вы ее чуть не сравняли с землей. Вы просто чуть не уничтожили девушку за то, что она говорит по-русски. София Ратару выступает при спокойно и нормальном Москве. И благодарит своих зрителей. Никто ей не мешает. Никто вообще. Давайте послушаем Маргариту Пашадо. У меня живет там сестра. В Крыму. В Феодосии. Да, мне нравится Крым. Я люблю Ялту, люблю Форос. Когда я была маленькой, я там очень часто отдыхала. Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория земли, она принадлежит всем нам людям. Я была мальчиком, где побежала Крыму. Только процветание. Как республика. Да, только процветание. Да, ну это понятно. Американская СМИ. Радио Свободы. Проверка такая. Что там красавица думает о Крыме? Ну, во-первых, я бы хотел сказать о том, что Москва признана вот в этом году лучшим городом земли. Поэтому правильно, что... Землянами. Да, земля. Именно так. Правильно, что едут сюда и приезжайте. Это лучший город. Здесь хорошо. Здесь вам рады всегда. Ну, кроме нациков, конечно. И тех, кто запрещен тут, там, ваши там... Они редко в юбках ходят. А это пожалуйста. Мы всегда... Понятно, почему она выбрала лучший город земли. Тут нормально. А теперь, что касается этой обычной... Это же ведь не первый, не второй, не десятый случай. Вспомните, как они на Евровидении отбор делали. Победила певица, да? Как... Марух. 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 И, значит, что ей сказали? Чей Крым? А она... До свидания, до свидания. Не-не-не. Не имеет никакого значения твой голос. Что ты будешь представлять? Важно, что... Если ты можешь вообще не петь. Авакова пошлите на конкурс там. Евровидения выискать. Крым наш. Эгей там. А лучше на ужин с чиновниками из Госдумы Авакова прислать. Да, Авакова. Алексей, а вы готовы представить, что Макаревича у нас на Евровидении показали? Есть политика в каждом слове. Пронизана просто вами. Вы вспомните, что вы сделали? Там, например, вдумайтесь в это. Шахтер играет с киевским Динамо, да? Помните, как бразильцы затравили? Прошли уже это. Так не, а что прошли? Страв на кого наложили? Вы помните, на кого штраф наложили? Наложили штраф на шахтер за то, что они по-русски объявили на стадионе, что нельзя так делать. Как мне это главное? Думайте о это. А последний вариант. Ослабивают у нас эти настроения. Где ослабивают? Это вот произошло сейчас на ваши глаза. Раньше значительно больше и активно выступали так называемые патриоты. Послушайте. Секунду, дослушайте потом вы. Достовский проспект и проспект Ватутина. Что присудил суд? Еще? Все, он последний присуд. Подожди, это не последняя инстанция. Бандеры и Сухевичи, если вы будете ходить по Бандере и Сухевичи, вы рассказываете о том, что у вас там все нормально. Все нормально. Вам дали такую прекрасную тему, а вы съехаете. История с судом произошла прямо сейчас. История с девушкой, которая, видите, геотех поставили в Москву, ее выдали, хотя она говорила, что она в Амстердаме, тоже произошла прямо сейчас. Что у вас там ослабевает, мы абсолютно не понимаем.